Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 февраля. Память преподобного Эразма Печерского. Венец премудрых, говорит Соломон, богатства их. Но особенно приличествует употреблять свое богатство на украшение церквей Христовых, ибо через это возможно получить Царство Небесное. Таковым благоукрасителем храмов Божьих был преподобный Отец наш Еразм, Инок Печерский. Зафиев он сподобился получить венец Царствия Небесного. Имея большое богатство, он рассудил, что Иноку не подобает владеть земными сокровищами. Возлюбив церковное благолепие, он издержал все свое имение на церковное украшение, оковал золотом и серебром много икон в Печерской церкви. Молясь перед ними и с верой взирая на них, он украшал свою душу этот храм живого бога. Не серебром и золотом вещественным, но чистотою, любовью и прочими добродетелями, приличными Иноку. Вместе с пророком он мог воззвать о благолепии своем. Благо мне закон у своих пачи тысяч злата и серебра. С преподобным Еразом случилось такое искушение. Когда он истратил свое имение и стал бедняком, то все стали мало обращать на него внимания. Лукавый бес начал тогда внушать ему в сердце злую мысль, что он, истратив на церковное украшение все свое имение, не получил за это никакого возмездия или награды. Лучше было бы, говорил ему бес, раздать все имение нищим, не рассудив, что сии мысли ему внушает дьявол. Еразом спал даже в отчаянии, начал жить неродиво и перестал заботиться о спасении своей души. Но щедрый и праведный Господь, помня о прежних добродетелях Еразома, спас его. Он навел на него лютую болезнь. Еразом уже помышлял о скорой кончине и в болезни своей лежал, ничего не говоря, с омкнутыми очами семь дней. Только по дыханию можно было видеть, что он еще жив. На восьмой день к нему собрались все иноки. И, видя его, ужаснулись и говорили, «Горе, горе души этого брата! Он жил в грехах и лености. Ныне же душа его зрит некое видение и метется, не будучи в состоянии выйти из тела». Вдруг блаженный Еразом как будто никогда не болел, поднялся, сел и сказал инокам, «Отцы и братья, истинно слово ваше! Я грешен и не покаялся. Но вот ныне мне явились преподобные отцы наши, Антоний и Феодосий. Явились и сказали, мы молились за тебя Господу, и Господь даровал тебе время для покаяния. После этого я узрел к причистую госпожу Богородицу, как ее изображает на иконах. На ее честных руках был предвечный младенец. С нею было множество святых. И она сказала мне, Еразом, «Как ты украсил мою церковь, я богатил ее иконами, так и я тебя украшу и возвеличу в царстве сына моего. Нищая везде с вами. Церковь же моя не везде у вас. Встань, покайся, восприими великий ангельский образ, а на третий день я возьму тебя после твоего покаяния к себе за то, что ты так возлюбил благолепие дома моего». Сказав это, Еразом начал перед всей братьей исповедовать свои грехи, ничего не утаивая и не стыдясь. Затем, поднявшись, отправился в церковь, был пострижен в химу, и на третий день с радостью предал свою душу Господу и Пресвятой его матери, как она и сама о том прорекла. Из этого я стою, как угодно, Богу украшение в церкви и иконами, и что Господь вселяет таковых в лик святых своих. По молитвам святого Еразма, да поможет Господь и всем, украшающим святые церкви, получить вечное блаженство в будущей жизни со Христом Иисусом, Господом нашим, которому слава с Богом Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Кончина преподобного Еразма последовала около 1160 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.